Ну как вам, моя синяя касочка? Короче, всем привет, с вами МШ, я нахожусь на территории Балтийского завода и сегодня мы с вами посмотрим, как строятся атомные ледоколы проекта 2.2.2.0, если не ошибаюсь. В общем, посмотрим все три ледокола, заодно атомно-энергетическую установку РИТМ-200 и, в общем, все должно быть довольно интересно. Короче, погнали! Атомный ледокол проекта 4.2.0 сконструирован в Центральном конструкторском бюро «Айсберг». Заказчиком является Росатомфлот. Цель строительства – дальнейшее развитие атомного ледокольного флота. В результате развала Советского Союза эта отрасль долгое время была в стагнации. Только один из работающих ныне крупных атомных ледоколов был введен в эксплуатацию в России. Это ледокол «50 лет победы». И то он был заложен еще при Союзе. Но у эксплуатации судов с ядерными энергетическими установками есть одна особенность, заключающаяся в том, что они не могут быть заменены. Если перегрузку ядерного топлива еще можно произвести, то заменить реактор невозможно, а его ресурс не бесконечен. Потому, если он выработан, даже если ледокол еще в хорошем состоянии, он будет списан. Такая вот печаль. Критического состояния мы еще не достигли, но откладывать строительство новых судов уже нельзя. Потому радует, что дело сдвинулось с мертвой точки. Помимо обновления флота, новые ледоколы будут обладать улучшенными характеристиками, что вполне логично, так как прогресс не стоит на месте. Здесь и далее в видео я оставлю некоторые комментарии, которые нам дал представитель заказчика, это новая система электродвижения, это новая паратурбинная установка. Основная задача строящихся ледоколов – работа на Северном морском пути, СМП, а также в дельтах крупных российских рек. В этих дельтах глубина меньше, потому ледоколы делают двухосадочными. На большой глубине в них закачивается вода, они тяжелеют и погружаются. Глубина осадки в этом случае составляет 10,5 метров. Это нужно для обеспечения устойчивости судна, улучшения управляемости и других факторов. В дельтах рек вода откачивается, и они всплывают на 2 метра. Конечно, можно еще рассказать о Северном морском пути, его плюсах и минусах, о нюансах работы ледокола различных проектов там, истории их развития и будущих проектов, но это надолго, а съемок с завода достаточно, потому не буду грузить. Вернемся к нашим ледоколам. Запланировано к строительству три ледокола, и по состоянию на осень 2017 года все три строятся. Мы с вами посмотрим все три ледокола. У них уже есть собственные имена. Арктика. Головной корабль серии. Сибирь. Первый серийный корабль. Его спуск на воду произошел 22 сентября 2017 года, в самый разгар моей европейской поездки, которую вы, надеюсь, смотрите. Второй серийный корабль, а по факту третий, который мы посмотрим, называется Урал. Сейчас еще на стапелях. Мы пройдем от крупного к малому. От наиболее достроенной Арктики к наименее достроенному Уралу. Погнали! Всего три ледокола будут по этому проекту строиться, точнее, уже строятся в разной степени готовности. И наибольшей степени готовности – это как раз Арктик. Ну, давайте-ка к нему подойдем поближе. Да, производственный шум, конечно, очень радует. Вообще радует, что у нас что-то делается. А то я вот со своим этим постоянным стексусом, что все разворовали. А тут смотри-ка, работы идут. Как я уже сказал, это проект 22220, тип ЛК-60Я. И вот так вот, если посмотреть, по длине он будет в районе 173 метров. Это длиннющий, длиннющий. И по ширине 34 метра. Высота его в районе 15 метров. На самом деле, когда под вас смотришь, вот сюда такие красивые плавают, крашенные. А когда строят, вообще стрём какой-то, блядь, ржавые какой-то и так далее. Ну, понятно же, что пока идет сварка, туда-сюда, это все как бы логично. Потом пограсят, и будет круто. На время строительства сооружена лестница для того, чтобы рабочим было поудобнее немного передвигаться между различными ярусами. Ну, а мы следуем за женщиной, как говорится. Судовые гермухи. Дальше вообще, когда что-то, то есть, не счетчик, начинается колоритность. Очень рада, что камера может передать шум вот этот вот рабочий. Конечно, да, количество кабелей, какие-то временные трубопроводы. Вообще отпад мне нравится. Лаки и эмали. Не просто токсичные, а высокотоксичные. Сейчас буду ковер смотреть. Мы тут оказались буквально вот в притык к ядерной энергетической установке, РИТМ-200, которая... Тут очень все компактно, и, честно говоря, это же не всегда, как ее снять нормально, чтобы она попала в пяду. Наверху, я так понимаю, было как раз технологическое окно для того, чтобы опустить, технологический проем, точнее, чтобы опустить этот реактор. Ну, вот так вот он сейчас в процессе сборки выглядит. В этих бушках находятся главные циркуляционные насосы, которые обеспечивают циркуляцию охладителя, во-первых, охлаждающих первые контуры. Сейчас, конечно, это уже все смонтировано, но, соответственно, и уходит куда-то туда. А так, конечно, много металла, много нержавейки, и, да, однако, да. По лестнице здесь нельзя, зато мы сейчас сверху там окажемся и посмотрим на будущий реактор сверху. Просто для того, чтобы было понятно вообще, ну, масштабы, да, допустим, моя вот рука с часиками, вот корпус реактора. Тут я когда читал про негосорные швы толщиной до 150 мм, так что вот все представьте, какие объемы работы, какого качества они еще должны быть, чтобы это все не разваливать под давлением в районе 150 атмосфер, которое здесь будет в первом контуре. Что еще? Он мощнее, чем все остальные. У него на винтах, в принципе, пропульсивная энергия, это 60 мегаватт. Ну, не знаю, понятно, непонятно, но много. Пропульсивная... Смотрите, что это называется. Пропульсивная, это уже на движетеле, что это называется? Пропульсивная, это то, что на движение передается. Есть тепловая энергия, мы же реактор, да? У реактора существует характеристика тепловая энергия. 175 мегаватт тепловая энергия двух установок. 175 мегаватт. Потом, при наличии всех трансформаций теплоносителей, все остальное прочее, и потери энергии, у нас на винтах, ну, плюс мы должны себе свою электростанцию какую-то обеспечить, да? Да, собственно, нужно. Так вот, на винты, на само движение мы подаем 60 мегаватт. Ну, давайте так. Ваш чайник на кухне такой приличный, нормальный, который быстро вскипает, да? У него это так 1,5 киловатта, да? Вот, 1,5 киловатта, киловатты, а потом мегаватты, да? То есть, в тысячу раз вовсе? Да, здесь 60 мегаватт. Три валолинии, три винта, три литра двигателя. Ну, это традиционно все ледоколы строятся с тремя винтами, потому что они работают, могут крутиться в разные стороны, за счет этого появляется маневрность определенного. И распределение мощности. То есть, нельзя один винтом сразу 60 мегаватт выдать, ну, невозможно обостроить движитель, да? Поэтому, взбиваясь на три, мощность большущая, ну, и три винта их ее между собой делят. Я сразу вспоминаю все фильмы, когда вот строят какие-нибудь подводные лодки, ну, там даже все же корабли, когда куча вот этих всяких искр падающих, когда еще лодка стоит на статилях и так далее. И сейчас это просто практически один в один, разве что только на меня не сыпется ничего. Это колобарденно. Технологический оргазм, одна штука. О, вот. Все, теперь все, полный перечень есть. И искры падающие. Смещение аппарата, то есть мы смотрим на монтируемый реактор сверху. Вот он один, вот он там находится другой, то есть на, ну, правый борт один реактор, левый борт другой реактор. Интересное слово я сейчас тут узнал. Вот между реакторами находится удвеи-те перегородка. Она, грубо говоря, полая. То есть, как бы, стена металлическая, за ней еще стена металлическая, они образуют так называемый кокпердам. Ну, а так все, как и хотелось. Их усыдится, дым идет, много шума, и вообще даже не знаю, слышите вы меня или нет. Кстати, тот самый технологический проем, видимо, через который опускали корпус реактора. Меня, как бывшего эксплуатационщика электросетей, конечно, поразил объем различных монтажных работ. Огромное количество кабельной трубопроводной продукции, какие-то времянки, шум, гарь, дым. Условия не самые сладкие. Но строить суда – это не вовсе в контактике сидеть. Тяжелая, ответственная и важная работа. Мое уважение рабочим. Надеюсь, все пройдет без происшествий, и эти ледоколы будут радовать нас новыми достижениями. Ну, а пока я философствовал, мы пришли в помещение будущего машинного зала. Обалдеть! Вот теперь все как надо. Все сыпется. Просто красота. Это я всегда, когда мелким был, задумывался. Вот они там столько искры берут. Машинный зал будущего ледокола, атомного. То есть это турбогенератор. Собственно говоря, со второго контура, там реактор ритм-деч, это водоэнергетический реактор, но вот со второго контура сюда приходит пар и вращает генератор. И второй, на счетах будет два турбогенератора стоять, второй будет находиться ниже. Пока, конечно, очень сложно понять, что к чему, ну, но вот ходят люди, как бы, и примерно становится понятно вообще отношение, величины этих машин, ну, род человек, что ли. В машинном зале будет установлена паротурбинная установка, состоящая из двух главных турбогенераторов. Пар будет приходить от двух ядерных энергетических установок «Ритм-200», общей тепловой мощностью в 175 мегаватт. Напряжение на выходе генератора 10,5 киловольт. Помимо ядерных реакторов на ледоколе также будут установлены резервные дизель-генераторы, которые будут обеспечивать резервное электроснабжение всех установок судна. Также благодаря им у ледокола будет возможность резервного хода. «Ритм-200» в этом помещении будут управлять реакторами атомного ледокола. Пока, конечно, сложно еще тут вообще понять будущее предназначения этого помещения. Но, тем не менее, монтаж идет такой первичный, уже даже не очень конструкция прокладывает кабели. И как они в этом всем не путаются, конечно, сложно представить. Монтажные работы это, конечно. А док еще тот. Частично проходили, плавали, знаем. Передавай привет. Всем привет, мам, пап, привет! Ну, вот так вот и живем. Собственно говоря, что? Управление ледокома будет осуществляться с капитанского мостика. Он находится выше над помещением. Я не знаю, как управление. Блочный пульт управления, наверное, какой-нибудь тоже. Ну, где управлять реактором. В общем, сейчас куда-то передвигаемся. Как видите, сам процесс передвижения, мне, в связи с того, что я частенько ползил по всяким заводам, мне нормально. А вот ребята маленькие страдают. Сделать такое. Главное не получить глаз штативом. То, что вы видите, называется правкой переборок. Это процесс снятия остаточных деформаций для проведения геометрии металлических конструкций в проектное положение. Выполняется различными способами. В данном случае участок разогревается ацетиленовой горелкой, а потом уже правится механическим способом. Над каютами располагается капитанский мостик. Туда мы сейчас и пойдем. Офигеть! Так. О, а вот и наш походу. Кстати, ребята, у нас тут как бы есть, да, некоторые ограничения вполне логичные на съемку, связанные с тем, что нельзя снимать индивидическую защиту, то есть периметры, грубо говоря, охранной периметры. Но вот здесь находится ПАТЭС, плаучая атомная электростанция. Ой, какие у меня его вспоминания в этом крае, не знали бы вы. Балтийский завод, да. Красота. Просто промышленная, индустриальная красота. Некоторым, конечно, девелоперам постоянно режут глаза всякие разные заводы, а по мне, как сейчас, не норм. А так, по большому счету, мы сейчас вообще где находимся? Наверху будущего, точнее, строящегося ледакова. И здесь единственное, что еще выше нас, в будущем, будет находиться радиомачта. Это же она 3 где-то, она будет вздыматься. Под нами находится капитанский мостик, тоже строящийся. Ну, здесь понятно все, как бы, в будущем числе. Ну, в общем, как-то так вот это все дело выглядит. Ля-па-тап. Красота. С другой стороны, Невы, там у нас идут адмиралтейские верфи. Мы на Балтийском заводе. И вообще все прям промышленненько. И Петр Первый одобряет, как говорится. Работает кран. Красиво махина едет. Портальный кранчик, да. Особенно, если вспоминать, Фрибиский речный грузовой порт здесь в действии. Ну, и противовес, конечно, солидный. О, он еще и разворачиваться начинает. Аж целая кавалька до этих портальных кранов. За одним следует второй. Тоже что-то там какой-то груз передвигает. Неотъемлемая часть любого судостроительного завода – портальные краны. Обладая значительной грузоподъемностью, они серьезно помогают судостроителям в их нелегком деле. Пока мы изучали строящуюся Арктику, я не раз обратил внимание на них. Впрочем, это не мудрено. Звонковая сигнализация, предупреждающая перемещение крана, звучала почти постоянно. У достроечной стенки, где находится Арктика, туда-обратно курсируют два портальника грузоподъемностью 50 тонн каждый. И если по ним и их аналогам я в свое время поползал, вспомнить хотя бы Прибитский речный грузовой порт, то некоторые нюансы увидел только сейчас. Первый – это сами рельсы. Рельсы, конечно, по которым катаются эти портальные краны, меня вообще очень сильно радуют, потому что оглотит внимание, какая широкая головка у самого рельса. Я уже боюсь представить, какая подошва. А второй – токосъем. Почитав в инете, узнал, что самый распространенный способ запитать электричеством кран – это с помощью кабеля, который намотан на барабан и с него разматывается, и на него же и наматывается. Но здесь применен более редкий метод – токосъем с помощью троллея. Ниже уровня пути идет коллектор, по которому проведен троллей, то есть провод, по которому подается напряжение. У крана есть штанга с токосъемниками, которая скользит по троллею. Этот способ более дорогой, зато более безопасный, так как отсутствует риск повреждения кабеля строительными металлоконструкциями и техникой. Интересно также выглядит устройство защиты троллея от попадания осадков и шаловливых ручек. Кран едет, и выступающим кронштейном токосъемного устройства поднимает и удерживает защитные крышки, которые по углам специально закруглены. После проезда крана крышки под собственным весом опускаются. Выглядит необычно. Установка такая с баллонами для ацетилена. Никогда таких не видел. Впрочем, тут как бы и сварочные работы на несколько более ином масштабе. А вообще, я что-то вспоминаю этот ацетилен, точнее, видя этот ацетилен, вспоминаю, как ребята в Париже в катакомбах зажигали карбидную горелочку и ходили с ней тепло, лампово. Ну что ж, мы покидаем царство металла, огня, искру и немножечко ацетилена. И вот ходим на палубу. Я бы сейчас сказал бы, я сам бы знал. Здесь, кстати, хорошо схемы представлены. И хотя бы можно название помещений присмотреть. Что да как называется. Я не знаю, что тут много схем, и я, к сожалению, сейчас после не успею все заснять. Но примерно как бы становится понятно, что к чему. И за моей спиной сейчас находится плавучая вот эта атомная электростанция со всеми периметрами, которые нельзя снимать. Поэтому, в принципе, сейчас так не так сильно интересно. Собственно, ледокол Арктика. Когда я читал информацию об этом всем деле, у меня, конечно, путаница в голове возникла мамма миа. Потому что есть еще отдельный проект Арктика. А это вот ледокол называется именно. То есть его просто имя собственное Арктика, а проект уже 2-2-2-0. 2-2-2-2-0. Да. Вот такие вот дела. Ну, в общем, в первый раз, считая, немножечко можно запутаться немудренно. Эллинг-1. Значит, идем по сборочному цеху. Здесь собирают лего. Изготавливают то самое лего, из которого будет потом... Значит, и вот сейчас уже, в принципе, ведется работа по постройке ледоколов. То есть металлоконструкции, все это сваривается, объединяется, естественно, по чертежам, по проектам. В общем, это, конечно, сложная такая ответственная работа. И вот в конце получится ледокол. Сейчас, конечно, сложно это себе представить. Эллинг – понятие специфическое. Относится как к строительству дирижаблей и аэростатов, так и к судостроению. По большому счету, это огромный цех. Но тут занимаются судостроением, поэтому это эллинг. Много металла, сварки, газорезки и так далее. Зрелище весьма впечатляющее. Особенно с учетом того, что длина этого эллинга в районе 170 метров. Понятно, что бывает и больше, но все же. Вот там ребят нас догоняют. И, конечно, да, такой характерный смог в сборочном цеху. Возвращаясь к отснятому ранее. Как я сказал, когда мы были наверху Арктики, на самой вершине, там должна будет быть установлена радиомачта. Вот эта самая радиомачта как раз в процессе создания. Точнее, она практически уже сделана. По-моему, тут уже леса разбирают. В самом цеху производятся работы по сборке конструкций для всех трех строящихся атомных ледоколов. Так что и для Арктики, и для Сибири, и для Урала. Ну, а мачта еще раз с другой стороны. Итак, мы с вами были на ледоколе Арктика. Это головной ледокол серии. И там, соответственно, как бы уже ядерная энергетическая установка загружена. Уже занимается работой по сооружению биозащиты и так далее. А здесь вот именно за вот этими пластиковыми стенами находятся как раз реакторы для энергии, точнее, парогенерирующей установки, как их назвали, для уже следующего ледокола серийного. И, собственно говоря, они пока находятся под защитой, потому что здесь много пыли, много грязи и так далее. Процесс, точнее, ну, как бы сама установка высокотехнологичная, поэтому ее нужно защищать от этого всего. Потом, когда сюда будут уже монтировать циркуляционные насосы, здесь прекратят все работы, создадут специальный микроклимат и будут заниматься работами по монтажу этих самых циркуляционных насосов. У вас есть уникальная возможность сравнить, скажем так, мы идем по ледоколам атомным от более построенного к менее построенному. Если на том уже практически, ну, в принципе, все корпусные элементы, внешние, по крайней мере, были смонтированы, сварены и осталось только соорудить радиомачту, то здесь, конечно, еще много чего предстоит сделать. Хотя, конечно, он уже спущен на воду, стоит у печальной стенки и, в принципе, конечно, работы идут, это радует. Третий, кстати, стоит на стапелях, туда мы тоже пойдем. Ну и такая информация, год где-то разница между Арктикой и Сибирью. Вот так вот выглядит. Большая белая металлоконструкция – это один из двух спусковых понтонов, которые перед спуском корабля со стапеля на воду привариваются к нему с носа и кормы. Спусковые понтоны предназначены для обеспечения дополнительной плавучести корпуса судна при спуске, а также благодаря своей необтекаемой форме является дополнительным тормозом для разогнавшегося при спуске со стапелей корабля. А то Адмиралтейские верфи, думаю, не слишком обрадуются, если в них врежется неуправляемая железяка. До сих пор видно еще, видите, порезы металла. Что такого нового интересного, чего не было раньше, чего вы не увидите на картинках по старых ледоконам. Вот видите, на корпусе такие штучки, какие-то такие репленые, вот такая вот конструкция, не целиком корпус захватывает, видите? Ну да, 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 над надписью. Это зашивочка, там внутри, это просто как бы декорация, да? А внутри есть специальная конструкция корпусная, она называется защита от столкновения. Мы называем струны условно. Почему струны? Потому что они играют как струны, они, значит, гасят энергию и отыгрывают как струны. То, что оно прикрывает, особенно по центру, это как раз центральный отсек, где вот находятся наши реакторы, да? Значит, для чего? Если вдруг какой-то сдуру ледокол, такой, как мы, на такой же скорости, узлов 20, он въезжает в борт в районе центрального отсека, то эта конструкция позволяет ему не достичь центрального отсека, где стоят реакторы, не разрушить. Да, он проход поломает, конечно, но он не достигнет ядерного реактора, то есть не устроит катастрофу. То же самое конструктивно сделано так, что сверху на нас может упасть вертолет. Конструктивно сделано так, что он не добирается в районе центрального отсека. То есть то, что вот это все ядерное, оно защищено от таких вещей, как столкновение с подобным ледоколом и падение на нас вертолета. Это что упаковано внутрь? Упаковано внутрь, защищено хорошо. Мы поднялись на Сибирь. Сейчас находимся на, собственно говоря, на верхней паубе, на данный момент верхней паубе, то есть которая на данный момент достроена. Понятно, что над нами тут еще будет много-много-много металла сооружено А здесь мне что-то подсказывает, где-то должна быть энергетическая установка Проем под нее Если на Арктике ритмы уже были загружены И здесь уже над ними было много-много-много всего То здесь, конечно, их еще нету И можно видеть вот это посадочное пространство, скажем так Вот, собственно говоря, опять Костердам Вот этот вот сверху Здесь я еще уточнил, что Костердам это любой сухой отсек То есть, если есть жидкость, естественно, это будет уже цистерна, танк или еще что-нибудь А сухой это Костердам И снова много металла Адмиратейские верфи через нашу речку тут располагаются Все по красоте В итоге, как получается? Как строят вообще корабль? Вначале делают корпус до какого-то минимально полученного состояния Спускают его со стапелей на воду После этого достраивают уже палубы Загружают ядерную энергетическую установку Точнее, ну, вот эти будущие корпуса реакторов, точнее Обвешивают оборудование После того, как полностью закончат и обвесят Ну, полностью закончат строительство ледоковы Его ждет ряд испытаний Первое, это швартовые испытания То есть, он стоит у стенки и проверяются Различные системы, как все работает и так далее То есть, он стоит у брючальной стенки Второе, это комплексные швартовые испытания Это когда уже пускают пар от турбина Запускают ядерную энергетическую установку И уже вместе с ней запущенной Также у стенки проверяют все, как работает После этого ледоход уходит на ходовые испытания То есть, выгоняет установку на полную мощность На полную скорость, во время этих ходовых испытаний Проводит летные испытания То есть, здесь есть вертолетная площадка Ангар, соответственно, сажают, поднимают вертолет И так далее После этого он уходит на ледовые испытания После завершения ходовых испытаний То есть, по обычной воде Он уходит на ледовые испытания Ледовое испытание. Он идет в сторону Арктики. Там подтверждается, что он может ломать именно тот лед, который должен ломать. А это, я еще раз повторюсь, до 2,8 метра. Это небес как много. После того, как он пройдет ледовое испытание, он возвращается обратно. Устраняются различные замечания, которые возникли в процессе этих самых испытаний. Ну и после этого сдается заказчикам. Вот примерно такая последовательность процессов, происходящих здесь. А вдали мостик, 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 четырех фионичек. Ну а вот так вот выглядит еще не обустроенный машинный зал. Здесь будут находиться два трубогенератора. Ледоколы этого проекта имеют возможность запитаться в случае, ну допустим, отказа ядерно-энергетической установки от дизель-генератора. Соответственно, по воде, по открытой воде он не сможет нормального ломать, но по воде он может все-таки своим ходом добраться до ремонтного дока. Дизель-генератор находится также внизу, но носовее немножко. Вообще прикольное слово, носовее. То есть не ближе к носу, а носовее. Клево. Теперь по поводу третьего строящегося ледокола по проекту 4.2.0. Ледокол Урал, с собственным именем Урал. Он еще находится на стапелях, но и состояние его вы видите. То есть там еще работа небочатый край. И до спуска его со стапелей еще как бы, я так понимаю, разница в год, как говорится. Еще несколько слов я скажу по поводу ледокола Урал. Значит, спускаться он будет, ну, ориентировочно где-то в 2019 году. И его будет спускать, соответственно, то есть интервал между спусками Арктики и Сибири был меньше. Их спускали быстрее. И, соответственно, нашпиговывают больше оборудованием уже, когда они находятся на воде. С Уралом поступят несколько иначе. Его позже спустят на воду, но предварительно нашпигуют оборудованием. То есть это как бы несколько проще сделать на суше, так как, ну, доставка все такое, краны и т.д. и т.п. Поэтому, несмотря на то, что спустят его позже, степень достройки его на тот момент будет больше, выше. Теперь несколько слов о том, как спускаются стапелей. Вот сейчас вес этой конструкции порядка двух с небольшим тысяч тонн. Того, что уже сделали, да, на Урале? Да. По поводу вообще того, как работают стапеля. В принципе, конечно, видосов в интернете хватает, но, тем не менее, обратите внимание. Сейчас идет сборка как раз будущего Урала. Стапель. Вот он такой наклонный, да. Здесь сухое пространство. Перекрыто от воды, от реки Невы, ботопортом. То есть это ворота, которые, когда приходит время спуска на воду, сдвигаются в сторону. Сюда приходит вода. Вода доходит практически до уровня, ну, где примерно сейчас находится край строящегося ледакова. Предварительно к ледакову уже приварены вот эти самые понтоны, о которых я говорил ранее. Сам ледакол удерживается тросом. Трос обрывают, и он по рельсам вот этим скатывается вниз. Рельсы смазываются, раньше смазывались с жиром, сейчас смазываются там какой-то химией, парафином и так далее. То есть по смазанным рельсам просто, благополучно спускается под действием силы тяжести будущее судно. Его сразу ловят в буксиры, ну, и дальше уже шфартуют к стенке и начинают работы по достройке, по обвеске различными конструкциями корпуса, ну, и внутренними машинами, так сказать. Да, Сергей Вячеслав еще очень толково рассказал о том, как что здесь работает, и это очень приятно. Всегда приятно узнать что-то новое. Да, посмотрев, конечно, на Арктику, понимаешь, как много работы здесь еще предстоит. Посмотрев, что творится в Арктике, понимаешь, сколько монтажной работы еще предстоит. В общем, конечно, нелегко это дело сюда строить. Только увидев это вживую, понимаешь это, как вот съесть. И где-нибудь рабочие такие, только поработав здесь, понимаешь, как это нелегко, так что не выпендриваться будем. И, кстати, ребят, кто не в курсе, вот здесь железная дорога, видите, в принципе, ничего такого необычного, для любого предприятия, в принципе, серьезно, без железной дороги. Но Балатийский завод находится на Васильевском острове, и здесь как бы такая своя изолированная железная дорога, куда составы подгоняют с помощью паромов железнодорожных. И тут даже есть действующий переезд на острове, действующий железнодорожный переезд. Кстати, по поводу стапельной дорожки, вот она как раз, собственно говоря, находится. Ребята вот тут по салу ходят, очень довольные, я чувствую. Так что такие дела. То есть вот именно по этому всему и скользит будущее судно. Сейчас происходит насалка. Такой термин, в общем, насаливание техническим вазелином вот этой вот стапельной дорожки. Мне вот такая, жирненькая. World of Tanks. Любители игры ставят лайк. Тележка, да, вот я смотрю сложная конструкция такая. Да, так. А тележка довольно специфичная. Блин, мне вот так Кадюк бы поднимался, чтобы я по грязи проезжал. Вот это вообще было бы просто обалденно. Но и тем не менее просложенная конструкция, да. Ну и в качестве последнего бонуса небольшая столка, посвященная подвигу балтийцев, освященных во время вов. Естественно, без того, чтобы меня сюда пригласили, естественно, без тех работников, сотрудников, которые нам все тут рассказывали. Это видео было бы гораздо более скучным, менее полноценным. Поэтому благодарочки им большое. А я пока что прощаюсь с вами. И до следующих видео, до следующих каких-то объектов, поездок. Ну и впрочем, как обычно. Так что так. Все. Пока-пока. С вами был Омша.